Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите, что, ага, значит, полгода вы общаетесь с парнем, до карантина вы выходили, общались намного чаще, чувствовали его заинтересованность, но потом, когда потом он стал писать в рейс, стал более хаузным и независимо. Гулят. Ну, если вы имеете в виду карантин, например, то есть если вы непосредственно про карантин, то может по-разному реагировать человек на это. Вот, и совершенно не факт этого дела. Другое дело, что подобная ситуация может достаточно неплохо вас характеризовать в плане того, что вы нервничаете, например, да? А вы там можете бояться человека потерять, например, по ряду причин, ну, своих причин существования. И вам бы поработать с этим, потому что я бы читал все вопросы, вот все проблемы еще с прошлого года связаны с попыткой построить построенные отношения, да? И как бы, ну, как результатом того, что у вас это делать не получается. Соответственно, ну, очень важно поработать с этим, чтобы вы для себя как-то, как-то вот разобрались. Собрались вы, что вообще происходит, да? И, значит, как вы там, грубо говоря, отреагировали на то, что человек, кто вам присострел? Вот, это первый момент. Как с этим связано то, что вы принялись о своих чувствах? Человеку я имею ввиду. Вот, я тоже хотел бы это как-то понять. Я бы хотел в этом разобраться. То есть, человек от вас отделяется, вот, человек к вам становится более холоден, а вы выбираете что. Вы, получается, выбираете признаться этому человеку в своих чувствах. Ну, честно говоря, я бы, конечно, хотел, я хотел бы, чтобы вы попытались для себя определить этот момент. То есть, хотелось я, например, удержать человека рядом, допустим, с собой. Вот. То есть, я хотел его удержать, например. И поэтому призналась ему в своих чувствах. Вот. Или здесь есть какие-то еще дополнительные мотивы. Ну, сейчас, например, вы, ну, например, вы подумали, что это сделает его счастливым. Ну, такой тоже, в принципе, вполне может быть, да? Вот. Вы могли подумать, что это сделает его счастливым. Ну, повторюсь, я так понял, онлайн вы ему в этом признали. В том, что, значит, у вас есть к нему чувства. Ну, это, конечно, к вам вопрос. Вот. Идем дальше. Так. О, значит. Недавно человек он очень хороший, как я заметил, изначально мне говорили его друзья, что он очень медленный и не любит торопить события. Я не знаю, как правильно подступить в этой ситуации. Поэтому молодой человек, даже молодой человек, мне нравится достаточно сильно, нелепо будет просто взять и забить. Ну, я бы сказал, наверное, вот, в первую очередь, ну, в первую очередь, на что я обратил бы внимание, у вас, это на то, что вы, собственно, ага, вот, значит, понимаете, очень нравится. Так что вы имеете в виду, говоря, что мне он очень нравится, да? То есть у меня возникает такое ощущение, что вы, ну, брат, напросто боитесь человека потерять. Вот. Может быть, не хотите человека потерять. Вот. Вот что будет, если, ну, если по факту вы его потеряете? Вот что произойдет в этом случае? Что произойдет, если вы вырастанетесь? Какие чувства вы будете испытывать? Ну, вот, это было бы очень важно поисследовать. Следую, следующее. Что делать, чтобы что? Достаточно видно, по крайней мере, на мой взгляд, что мужчина, ну, достаточно неловко чувствует себя на расстоянии, да? И почитает инициативу непроявлять. Значит, если вы, ну, если вы, если вам не нравится это, то вам нужно инициативу брать, конечно, в свои руки. Вот. Вот. Но следует иметь в виду, обязательно, что инициатива-то вы в свои руки возьмете, но мужчина, вполне вероятно, к этому привыкнет и захочет, чтобы так было на постоянном, поэтому иметь этот момент в виду и решать, какой женщиной вы хотите быть. В том смысле, что хотите быть активнее женщиной, хотите быть пассивной. В принципе, от этого зависит от того, как будет дальше вкладываться ваши истории. Если вы будете женщиной активней, то какой смысл у мужчины тогда быть активной? Если вы будете женщиной пассивной, то да, может сложиться так, может получиться так, что человек решит с вами расставство и одолеться и так далее. Но вы будете ли вы с собой в отношениях, где вы их постоянно или периодически педалируете? Но этот вопрос я полагаю. Объект можете найти только вы сами. Вот то, что я могу вам сказать. Опираюсь на то, что вы написали. Опираюсь на те данные, которые вы озвучили. Давайте еще раз сейчас перейдем, значит. Как правильно поступать, пишите вы, значит. Как правильно поступать, чтобы что? Определите, пожалуйста, с целью. Очень важно, что вы определите с целью. Какая цель? Вы хотите как-то поступить? Да. Как поступить, чтобы что? Это вам достаточно, да. То есть под уже вашу цель, да, будет сформирована стратегия поведения, ну и собственно помощь, да. Вот. Постарайтесь сформулировать также, какой конкретно помощи вы хотели бы от экспертов, то есть от психологов, какой конкретной помощи, помощи пчел вы хотели бы. Потому что я, честно говоря, пока не очень понял, как именно мы можем помочь вам, чем можем помочь. Вот. Я надеюсь, что вы тоже этот момент сформулируете. Ну и в целом, какие-то ваши ценности, какие-то ваши ценности, ваши приоритеты, может быть, имеют мысль пересмотреть. Вот. Например, для того, чтобы более естественным, например, образом себя вести. Вот. Чтобы. Более. Ээээ. Гармонично. Более. Спешно. 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 Рассмотрите. Пожалуйста. Такой. Вариант. Тоже. Это. Эээ. Было бы весьма. Полезно. Для вас. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Будем на связи. Продолжение следует. Мне нужноặtать репорт 3 타 recommending ВСК.